В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Особая помощь особым детям. В окружном парламенте обсудили проблему организации комплексной медико-социальной помощи малышам с задержкой речевого развития. В Заполярье почтовые круга рейсы. Теперь посылки и письма в труднодоступные населенные пункты будут приходить быстрее. Полярная ночь близко. Совсем скоро жители Ненинского округа почти на месяц останутся без солнечного света. Как помочь своему организму пережить этот нелегкий период? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. На региональную горячую линию по коронавирусу можно позвонить по номеру 122. Единый телефонный номер ввели во всех регионах России, в том числе и в Ненинском округе. Позвонив по нему, жители Заполярья попадут на круглосуточную горячую линию по COVID-19, которая работает в регионе с 12 ноября. Что касается эпид-обстановки. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Такие данные на утро 3 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. С начала пандемии в регионе официально зафиксировано 660 подтвержденных случаев. По данным медицинской организации, за сутки выздоровели два пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 53 пациента, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Находится на амбулаторном лечении 42 человека. Напомню, в Ненинском округе созданы несколько горячих линий, в том числе единая линия по коронавирусу. Горячие линии Роспотребнадзора, волонтеров, Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа. Отдельная линия по лекарственному обеспечению. Добавлю, чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о болезни и принимайте необходимые меры профилактики. В Ненинский округ в рамках региональной недели прибыл депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. В рамках рабочей поездки он посетил поселок Красное. В ходе визита парламентарий познакомился с деятельностью сельхозкооператива ХАРП и поздравил коллектив с 90-летием хозяйства. Александра Литкова расскажет подробнее. Первый пункт в поселке Красное, который посетил Ярослав Нилов – животноводческий комплекс и цех по переработке молока. Молочная ферма была построена здесь три года назад. Здание оснащено современным оборудованием. На сегодняшний день здесь трудятся 15 человек. Молочная ферма, своя продукция, которую потребляют, экологически чистая, все свое, все хорошее. Вот это достойный пример того, как частники и заботливые руки могут организовать, могут обеспечить рабочие места, поступления налоговые в бюджетную систему. Ну а самое главное – они кормят нас. Кормят и жителей, и гостей столицы. Натуральная молочная и мясная продукция сельхоз-кооператива пользуются популярностью не только у жителей поселка. На цех переработки делаются у нас сливки питьевые, свыше 34% жирности, масло сливочное, творог, ну и молоко продаем. То, что мы завозим в магазин, оно разбирается за один день, ничего не остается. И город к нам ездит машинами, закупают масло, всю молочную продукцию, мясную продукцию. И все это покупается и горожанами нашими. По словам Надежды Каневой, заготовка кормов в этом году прошла с превышением плана. На сено на 110%, по сен-ножу на 115%, тем самым полностью обеспечив поголовье рогатого скота и лошадей. На сегодняшний день, на 1 декабря, 60 голов крупного рогатого скота. Из них 34 коровы, 5 нителей и 2 быка и остальные маленькие телята. Заготовка кормов у нас также остается по итальянской технологии, как это было уже несколько лет назад. Корма им полностью обеспечена на 100%. Затем парламентарий отправился на убойный пункт, где на данный момент идет заготовка мяса. Здесь Ярославу Нилову показали цеха шоковой заморозки, засолки и переработки халинишкур, а также цех по производству мясных изделий. Депутат отметил, что для таких крупных сельхозпроизводителей немаловажной является государственная поддержка. Например, на ежегодные перелеты для вакцинации. Порядка 3,5 миллиона тратится на то, чтобы привить один раз в год. Из-за отсутствия нормального транспортного сообщения это затратные процедуры. Поэтому если это не субсидировать, этот вопрос не решать и не помогать, то невозможно будет обеспечить рентабельность предприятия, обеспечить рост зарплат тех, кто работает в сфере переработки, производства. И задача наша, добиваясь повышения качества и уровня жизни, в том числе решая эти вопросы, обеспечивать рост заработной платы. Также Ярослав Нилов рассказал о новых правилах охоты, которые должны вступить в силу с 1 января следующего года. Депутат уверен, разработчики федеральных правил охоты обязаны учитывать реалии севера. Вот, например, Министерство экологии выпустило свой нормативно-паровой акт, которым запретили охотиться на гусей в 15-километровой зоне и на островах. Таким образом, те, кто проживают в деревнях вдоль океана, они подпадают под запрет. Коренные малочисленные народы с севера там разрешено, там же есть другие национальности, для которых те же гуси – это традиционное питание. А про острова там живет порядка 300 человек. Про них вообще забыли. Поэтому наша задача в Москве этих чиновников ориентировать на принятие правильного решения. В завершение рабочей поездки парламентарий пообщался с коллективом сельхозкооператива и поздравил с 90-летним юбилеем хозяйства. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 3 декабря в России – День неизвестного солдата. Памятная дата посвящена всем пропавшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за родину. И по традиции в День неизвестного солдата в Наринмаре состоялась церемония возложения цветов в Кобелиску Победы. Памяти павших воинов почтили первые лица округа. За время войны 4,5 миллиона советских людей пропали без вести. Три тысячи наших земляков не вернулись на родину. И больше тысячи из них пропали без вести. Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Именно эти слова выбиты на камни у могилы неизвестного солдата. Светлая память героям и низкий поклон тем, кто погиб, сражаясь за Отечество. Добавлю, Ненецкий округ также присоединился к акции «Огни Победы», которая прошла у всех мемориалов страны. В окружном парламенте обсудили проблему организации комплексной медико-социальной помощи детям с задержкой речевого развития. Участие в заседании приняли представители профильного департамента, уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева и родители тех детей, которые испытывают трудности в речевом развитии. Тему продолжит Ольга Руссо. Обращения с просьбой помочь наладить в округе диагностику и лечение детей с проблемами в области логопедии к региональным парламентариям поступили еще в прошлом году. Причем обращались родители не только из города, но и населенных пунктов. На сегодняшний день, к сожалению, информация у нас не представлена. Вопрос обращения жителей, обращения родителей продолжается. И необходимо нам сегодня все-таки вопрос, ситуацию разрушить. По данным профильного ведомства, в настоящее время в регионе насчитывается более 200 детей с задержкой речевого развития. Помощь детям оказывают специалисты Ненецкой окружной больницы, Центр АДАР и представители региональной общественной организации «Особое детство» в Ненецком автономном округе. Количество детей, которые обратились в 2020 году за истегший период логопедии в Ненецкой окружной больнице, задержкой речевого развития, это родители со 11 детьми. Из них 81 дошкольного возраста, 16 младше, 3-х лет, и у 10 детей наблюдается тяжелая задержка речевого развития. На заседании присутствовали родители детей, столкнувшихся с проблемой речевого развития. По их словам, получить в округе квалифицированную помощь невозможно. Узких специалистов в области диагностики и лечения патологии развития речи в регионе нет. Сумма на лечение за пределами округа ложатся на семейный бюджет тяжким бременем. Мы начали лечение самостоятельно, и мы проходим на Бессоновском аппарате. Там же мне сказали, аппарат менять нельзя. Если вы проходите лечение на одном аппарате, то вы лечитесь на том аппарате. Там составляются программы, я не знаю. В ходе дебатов выяснилось, что лечение логопедических проблем у детей не относится к вопросам здравоохранения. Эта область принадлежит образованию. Медицинская помощь детям в задействии речевого развития оказывается в рамках ОМС с врачами-специалистами, это невролог, педиатр и психиатр. Главный вопрос, конечно, это логопед, и это относится к образовательному процессу. Наверное, все-таки бы хотелось бы, чтобы этот вопрос, если бы он был на обсуждение с коллегами и департаментами образования, потому что мы считаем, что это образовательные услуги. Депутаты предложили наладить работу межведомственного взаимодействия между профильными департаментами. Специалисты сфер здравоохранения и образования должны разработать комплексную систему помощи детям с задержкой речевого развития. Кроме того, они рекомендовали пересмотреть условия предоставления единовременной помощи по социальному контракту в размере 100 тысяч рублей, в частности, ввести дополнительную категорию для родителей, которым необходима реабилитация таких детей за пределами региона. К этому вопросу депутаты вернутся на последующих заседаниях. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе пересчитают малый бизнес. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. В первом квартале 2021 года Росстат проведет экономическую перепись. Она проводится каждые пять лет. Причем все субъекты малого и среднего предпринимательства должны в ней участвовать. Сведения о своей деятельности за 2020 год должны быть предоставлены до 1 апреля 2021 года в электронном виде с помощью портала госуслуг, официального сайта Росстата или операторов электронного документа оборота. Кроме того, заполненную анкету можно отправить по почте или предоставить лично в территориальный орган Росстата. Ведомство гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде без указания контактной информации и результатов деятельности. Предыдущая перепись проходила по итогам за 2015 год, но за пять лет ее данные устарели, поскольку сектор малого и среднего бизнеса отличается высокой мобильностью. В Заполярье выполнены первые вылеты с почтовыми отправлениями по совмещенным маршрутам, так называемым «кругорейсам». Как заявили в региональном отделении Почты России, отныне посылки и письма в труднодоступные населенные пункты будут приходить быстрее. Это стало возможным благодаря дополнительному соглашению компании с Наринмарским объединенным авиаотрядом. Как сообщается на официальном сайте администрации, первый рейс доставил почту из Наринмара в Виндигу и Коткино 25 ноября. Второй вылетел 27 ноября по маршруту Наринмар, Нижняя Пеша, Ома, Несь, Наринмар. Дополнительное соглашение с авиаотрядом также позволит ускорить доставку и в другие населенные пункты Ниньского округа. Несь, Чижу, Шойну, Усть-Кару, Харивер, Каратайку, Харуту и Амдерму. Добавлю, в Ниньском округе функционируют 29 отделений почтовой связи. 83% из них это сельские отделения. На Почте России в Заполярье трудится 190 человек, в том числе 35 почтальонов и 87 операторов связи. Основная часть отделений находится в труднодоступных населенных пунктах, где возможно только авиасообщение. С каждым днем наступление темноты становится все заметнее. Совсем скоро наступит полярная ночь. И жители Ниньского округа почти на месяц останутся без солнечного света. О том, как помочь своему организму пережить этот нелегкий период, расскажет Екатерина Дементьева. Жители Ниньского округа не понаслышке знают о крайностях суровой природы севера. Но если не садящееся солнце полярного дня доставляет лишнее удобство со сном, то полярная ночь приносит реальные проблемы для нашего здоровья. Вообще полярная ночь, она всегда отрицательно сказывается на любом организме, будь то молодой, будь то пожилой. Но чем, скажем так, выше возраст, тем сложнее переносить полярную ночь. В это время снижается иммунитет, снижается немножко обмен, снижается, скажем так, человек становится менее полон энергии. Нужно принимать обязательно витамины, можно поливитамины. Дополнительно желательно принимать витамин Д. Дозировка витамина Д в зависимости от возраста и желательно для этого проконсультироваться все-таки с врачом. Есть побольше фруктов, овощей, в том числе можно замороженные, у них прекрасно сохраняются все витамины. Витамин А и Е должно быть для кожи. Для жителей других широт такое положение дел – настоящая катастрофа. А вот у каждого северянина есть свой секрет борьбы с плохим самочувствием в этот период времени. Какой для северянина витамин? Была бы рыба, больше ничего. Мы же привыкли к рыбе. Спать больше хочется. Что предпринимаете? Может, вы витамины пьете? Ну, витамины пью, да. Витамин Д пью обязательно. Пешком хожу, чтобы от Кармановки до Кармановки из Сахалина. Каждый день пешком. Ничего себе, помогает? Помогает. Лучше чувствуетесь? На автобусе, так я уж не помню, когда ездил. Начинать и заканчивать день в темноте – испытания и для нервной системы человека. Световой голод приводит к тому, что организм перестает вырабатывать гормон радости – серотонин. Поэтому специалисты советуют окружить себя источниками искусственного света, яркими красками и положительными эмоциями. С каждым днем световой день в городе Наринмар уменьшается на 10 минут. И 10 декабря у нас в городе Наринмар наступает полярная ночь. Это когда солнце не будет выходить из-за горизонта, то есть ни на минуту. Все наблюдения на метеостанции у нас остаются прежними, за исключением наблюдений за солнечным сиянием, потому что его просто не будет. Мы закрываем наш прибор до 2 января. И так уж совпало, что полярная ночь приходится на предпраздничный период, когда люди, вне зависимости от возраста, начинают верить в новогоднее чудо. Поэтому, проводя больше времени с родными и близкими, выбирая подарки и планируя праздник, отсутствие солнца на небе компенсируется солнечным светом в душе. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Арктика глазами детей. В музыкальной школе Наринмара открылась выставка картин финалистов конкурса «Арктическая палитра». Мероприятие проводится в десятый раз и в этом году стало международным. Подробности в следующем сюжете. История освоения новой земли, быт поморов, полярников и исследователей Арктики. Это основная тематика картин на ежегодном конкурсе «Арктическая палитра». Тем на самом деле было несколько. Это, как я сказал, уже природа и животные, населяющие Арктику. Потом крупный блок представлен историей освоения новой земли и хозяйственной деятельности поморов. И раздел третий – это «Однажды в Арктике». То есть участники должны были рассказать о людях, которые работают в Арктике, осваивают Арктику. Это полярники, метеорологи. То есть тут могли быть сюжеты, связанные с историей, с историческими различными экспедициями. Ну и современной деятельностью в Арктике. Творческий конкурс организован в первую очередь с целью повышения художественного мастерства участников и продвижения идей сохранения хрупкой природы Арктического региона. Выставка ежегодная. Каждый год много участников в ней. Это десятый раз уже. И в этом году она стала в первый раз международной, поскольку к её участию подключились школьники из четырёх норвежских школ искусств. И их работы, около 20, проделали путь в 4000 километров, чтобы прибыть в город Архангельск. И главная выставка проходила в Архангельске, а потом организаторы решили сделать её, показать её в других регионах, в Мурманске, на Наринмаре. Конкурс детских рисунков «Арктическая палитра» организован Национальным парком «Русская Арктика» совместно с Детской школой искусств города Архангельска. Юные художники Ненецкого округа пока не принимали участие в конкурсе. Для нас действительно очень большая честь. И предновогодние праздники, предновогоднее настроение ознаменовалось тем, что в нашей школе сейчас работает выставка финалистов Всероссийского конкурса «Арктическая палитра-2020». География конкурса очень большая. Это и Вологодская область, Архангельская область, Ярославль. И в этом году присоединилась даже Норвегия. И очень хочется, чтобы в географию этого конкурса в следующем году вошла Детская школа искусств Ненецкого автономного округа. Я думаю, что наши ребята, ученики нашей школы впечатлятся от этой выставки и захотят участвовать в дальнейшем в этом замечательном мероприятии. Ученица музыкальной школы Аглая Барышева художница с 8-летним стажем. И уже решила, что в следующем году обязательно примет участие в конкурсе «Арктическая палитра». Рисовать будет природу родного края. А пока пришла на выставку оценить работы коллег из других регионов. Эти картины дорисованы очень свободно, смело. Видно, что они разбираются в цветах, в композиции. Мне очень понравилась выставка. Из сотен работ школьников из нескольких регионов страны были отобраны 50 самых достойных. Следующий город, где увидят картины – Мурманск. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры подогнал «Север». Субтитры подогнал «Север». Субтитры подогнал «Север»!